В наши дни спрятаться от пандемии можно разве что в лесу или в горах. Но уже через пару недель снегу навалит столько, что в спасительную тайгу можно будет убежать только с помощью пары добротных лыж. Но на беговых или горных далеко не уйдешь. Поэтому здесь понадобятся туристические. В данном случае деревянный скользяк. Это то, что отличает наши лыжи от горных, фрирайдовых и так далее. Современные горные лыжи, ну это для катания на подготовленных трассах. Фрирайд это для катания на неподготовленных трассах. При этом для подъема у него возникает проблема, потому что лыжи пластиковые очень скользкие. У них будет в гору большая отдача. У нас деревянный скользяк. Деревянная скользящая поверхность, она позволяет без отдачи подниматься в гору. В принципе она обеспечивает хорошее скольжение, допустим, под гору и так далее. По образованию Андрей математик, но по призванию закоренелый турист. В мастерской он вместе со своим другом занимается поиском и созданием идеального туристического снаряжения. Сначала мы ходили походы много лет. Столкнулись с тем, что купить, ну того, что мы хотели, мы не могли купить. Ну освоили эту технологию, она не очень сложная. Ну надо было подготовиться, купить оборудование и так далее. Промышленность такая для туристов непосредственно, она не предлагает лыж. Все время приходится что-то, какие-то компромиссы задорого, что-то, в общем-то, не очень подходит для походов. Но, собственно, деньгами вопрос никак невозможно решить. Хорошие лыжи, по словам мастера, как пирог, такие же многослойные и постоянно требуют к себе внимания. На создание некоторых составляющих уходят часы, но иногда действовать приходится очень быстро. Здесь у нас хранятся все материалы, основные. Сердечник, допустим, вот видите, доска толстая, тут тонкая, да? Сердечник мы профилируем вот в рейсмусе, делается вот он неравномерной толщиной. Это уже вершина практически процесса, пресс, в котором склеиваются, ну, несколько слоев, то есть лыжа состоит из слоев армирующих тканей. Все это вместе прессуется в эпоксидной смоле, да? У нас пневмопресс, то есть здесь внутри сейчас лежит лыжа, через несколько часов ее можно будет достать. Сейчас на нее сверху на каждый сантиметр лыжи 5 килограмм давления. Изготовить эталонную пару лыж мастерам пока не удалось. Все образцы показывают себя достойно, но после каждого похода приходится улучшать конструкцию, исправлять недочеты и даже внедрять собственные разработки. Ну, да, наши авторские лыжные крепления, которые мы еще доводим до ума, но она под специальный вид ботинок, то есть вот эти ботинки альпинистские, они с двумя, с двумя вот здесь рантами так называемые. Ну, будет эта работа как-то так, я иду на лыжи, она мне позволяет сделать шаг, причем очень так легко. В самом начале времени на изготовление лыж уходило порядочно, но через пару лет пришла необходимая сноровка и дала о себе знать любовь к столярному делу. Поэтому сейчас новенькие лыжи оказываются у заказчика уже через несколько дней. Оборудование уже заточено на эти операции, поэтому мы много времени тратим, но быстро все можем делать и, в принципе, как бы за день можно пару лыж делать. Ну, с детства отец привил мне любовь к столярничеству, я с детства как-то любил деревяшки построгать, поэтому немножко знаком с деревом, знаком с столярными делами. Ну, и тут еще пришло то, что я занялся туризмом. Сколько стоит хорошая, добротная пара лыж идеальных? На данный момент времени 16 тысяч рублей. В мастерской можно найти не только лыжи, но и товарищей, с которыми можно укрыться от пандемии в заснеженном лесу. Уже не первый год Андрей обучает всех желающих лыжному туризму. У нас есть турклуб «Спутник», в котором уже много лет проходит лыжная школа. Мы собираем молодежь, рассказываем им про лыжные походы, учим пользоваться, ну, подбирать снаряжение, покупать его, там, шить самим, ходить в походы. Проходят лекции по теме, да, и организуются походы совместные. Весь Южный Урал всегда пользовался у туристов популярностью, как у начинающих, так и у опытных. Но, по словам Андрея, в Башкирии прижился особенный вид туризма, который уже много лет существует без стороннего вмешательства. Ну, наш туризм, он, так называется, самодеятельный. Мы сами для себя организуем походы. Не нуждаемся в инструкторах и сами не являемся инструкторами, и кого-то там, так вот, не водим людей за деньги. Ходим с такими же, как мы, друзьями, которые сами осваивают вот эту всю стихию туристическую. Присоединиться к клубу «Спутник» можно через социальные сети. И тогда грядущая зима может остаться в вашей памяти, как одна из самых ярких. Егор Полторыхин, Александр Кузнецов, телеканал ЮТВ.